В Медицинском университете В Медицинском университете Врач и священник Это служение, это даже не работа Вы не работаете Учитель служит своим трудом Вы служите людям, восстанавливая или пытаясь сохранить их здоровье И священник, он служит Богу, молясь о здоровье людей Почему мы принимаем записочки о здравии? Но мы еще молимся за тех, кто уже перешел этот порок временной жизни в жизнь вечную Мы молимся о их упокоении Также отец Александр в беседе затронул вопрос бессмертия человеческой души Это самое главное для души каждого человека Вспомните ее без смерти И если вы будете относиться к бессмертию своему собственному То вы совершенно по-другому будете относиться к тем пациентам, которые будут к вам приходить Вы будете видеть в них ни человека, ни кошелек, ни подарки, ни шампанское с конфетами А вы будете видеть человека По образу и по подобию Бога, сотворенного, такой же, как и вы Встреча была оживленной Студенты активно включились в диалог И все желающие смогли задать свои вопросы И вот мне интересно, как верующему человеку, как православная церковь относится к экстракорпоральному благотворению В каком? Спасибо Причащают ли православных христиан, которые находятся в коме? Но они не могут пройти таинство покаяния, исповедоваться И если причащают, то как? Потому что человек, он не в состоянии проглотить святое причащение Я хочу стать будущим акушером-гинекологом И есть такая вещь, как аборты, но не по медицинским показаниям Я вот хотела бы узнать Если я буду делать своей пациентке аборт не по медицинским показаниям Грех ляжет на меня или на нее, или же, может быть, на нас обоих Спасибо большое В завершении встречи руководитель отдела поблагодарил участников А мне посчастливилось быть в той аудитории, где вы слушали это с обниманием и с интересом Вот за это я хочу вас поблагодарить И пожелать вам, чтобы этот интерес у вас никогда не ослабевал И желаю, чтобы каждый из вас любил Бога А вы, поднявшие руку христиане, права не имеете Бога не любить Вас родители ваши принесли ко Христу Вас церковь благословила вести свет веры тем, кто его не знает Я не пришел в аудиторию язычников, которые говорят А мы не верим, а мы там поплоняемся идолам, у нас другие интересы Я к своим пришел, и поэтому вас хочу просто позвать Каждое воскресенье старайтесь ходить в Божий храм, пославлять воскресшего Христа Живите не так, как будто он где-то далеко, он рядом, он рядом с каждым из нас Поэтому он близко, вы можете сказать, и он услышит Позови, и он отзовется Ну и точку сегодняшней встречи Пусть поставили не я, а блаженный Августин Он так очень коротко, но точно сказал Если Бог будет у тебя на первом месте, то все остальное будет на своем Встречи священников и студентов показывают, что беседы важны и необходимы молодежи Современные молодые люди нуждаются в пастырском напутствии и благословении на все их добрые дела и начинания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok